Как превратить студентов в бизнесмена? Как устроить его проекту краш-тест и тем самым подготовить его к рыночной реальности? Как развить его человеческий капитал и научить искусству коммуникации, чтобы его бизнес был подан в правильном свете и сию секунду привлек инвестиции? Ответы на эти вопросы получают студенты НГУЛ. Идеи биохакинга и лайфхаки для туротрасли, чека об организма и другие крутые проекты, которые уже звучат убедительно, вот лишь короткий перечень того, чем живут сегодня студенты университета экономики и управления. Наш бизнес-проект мы реализуем в команде. Команду составляют мои сокурсницы. Бизнес-идея заключается в том, чтобы разработать платформу предиктивного анализа туристических потоков. Это такая платформа, которая предсказывает поведение туристов. И на основе этого предсказания уже такие государственные структуры, как, например, Министерство спорта, туризма, которые занимаются развитием регионов, могут направлять финансирование в те регионы, куда поедут туристы в какой-то определенный промежуток времени. Во время семинарских занятий мне пришла идея проекта, получается, по дозатору витаминов автоматическому. И как раз-таки в 2021 январе мы полетели в Москву на мероприятие. Там я поделился, собственно, с Артемом своей идеей. Мы решили ее докрутить, решили попробовать, собственно, поработать над ней. Мы, как, собственно, разумеется, участвуем в различных акселерационных программах и пошли с проектом туда. Там мы получили различные, так скажем, советы от экспертов. Они докрутили нам сегмент. Мы додумали идею, нашли, собственно, членов команды новых, то есть это промышленные дизайнеры, айтишники и тому подобное. Изначально я не представляла себя в области предпринимательства. И благодаря интенсиву, который был в этом году, нам с моей новой командой удалось придумать новую идею. И на протяжении всего интенсива мы от идеи смогли прийти к прототипу непосредственно, то есть мы создали MVP, и мы с ней даже выступали перед потенциальными инвесторами. Ректор вуза Павел Новгородов рассказывает об именитых выпускниках Нархоза, в числе которых советник губернатора Виктор Толоконский, председатель банковского клуба Владимир Женов, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Чебунин, вице-президент Ростелекома Максим Кудрявцев. И не только. Каждый второй выпускник – состоявшийся бизнесмен, руководитель компании или государственный деятель. Многие из них поддерживают вуз до сих пор, а кто-то даже читает лекции, как приглашенная бизнес-звезда. НГЛ вошел в топ-100 лучших вузов страны по версии Forbes, и не первый год вуз занимает строчку в этом рейтинге, благодаря чему вы настолько точно попадаете в десятку и утоляете кадровый голод страны. Мы вуз, который с 1967 года был организован, когда Косыгин как раз инициировал изменения в экономике Советского Союза. Собственно, вот этот дух, он сохраняется с тех времен. Это про экономику, про востребованность экономики кадров современных. И вот с постсоветский период этот тренд развития нашего университета сохранился. Мы про практику, про то, как готовить людей для непосредственной работы в различных отраслях с широкими компетенциями. То есть мы не узкопрофильный вуз, когда сотрудник, выпускник может работать только в очень узком сегменте компании. Очень многие наши направления подготовки, экономика, юриспруденция, управление, это в принципе про все. Любая организация требует таких специалистов. Поэтому действительно, вот эта практика-ориентированность, исторически сложившаяся и которая сейчас есть, она определяет востребованность наших выпускников на рынке труда. По некоторым направлениям у нас выпускники туда устраиваются 100% вообще. То есть они уже выходят, у них уже есть место работы, их разбирают и платят, их ценят тоже хорошо. У нас помимо рейтинга, который вы озвучили в Forbes, есть рейтинг по уровню заработных плат. Мы в России тоже, наверное, по экономике 13 место в России. А, кстати, по позиции востребованности выпускников вы занимаете вторую строчку в регионе. Да. Но это тоже, это по версии Forbes. Надо понимать, что рейтинги это, ну, в общем, всегда немножко и по методику. И поэтому доля такого скептицизма, наверное, каждому рейтингу должна быть. Но, тем не менее, я согласен с Forbes здесь полностью в конкретном, что выпускников наших, как я сказал, уже разбирают. Они очень востребованы. Я слежу за нашим, за развитием наших выпускников. Они приходят, иногда и пишут мне. И у нас есть форма на сайте, да, заполни анкету. И я вижу, какие они позиции занимают. И это, в общем, вызывает гордость, что выпускники за достаточно короткий срок после выпуска достигают часто больших карьерных успехов. На площадке Нархоза работает одна из точек кипения. Это часть интеллектуальной экосистемы, объединяющая предпринимателей со всей России. Именно здесь проходят встречи с бизнесменами, мастер-классы и обучающие программы по основам предпринимательства. Кроме прокачки, hard skills, руководство вуза оттачивает и софты. Это кампусные курсы. Сквозные дисциплины для всех студентов, позволяющие изучить самые востребованные на сегодняшнем рынке труда компетенции. В том числе и финансовую грамотность. Потому что каждый студент НГУ понимает, как работают деньги, как их зарабатывать и как грамотно ими управлять. В нашем вузе реализуется 8, а со следующего учебного года 9 кампусных курсов. Это сквозные дисциплины, которые считаются студентам абсолютно всех направлений подготовки, специальностей, вне зависимости от того, на какую специальность они поступили. При этом курсы очень интересные, они современные. Мы абсолютно уверены в том, что они необходимы всем ребятам, хоть айтишникам, социологам, психологам. И они позволяют сформировать как раз soft skills, которые сейчас очень востребованы на рынке труда. И в основном, наверное, все работодатели говорят о том, что вот именно таких мягких навыков и не хватает кандидатам, которые приходят устраиваться на работу. Поэтому такие дисциплины, как проектный менеджмент, бизнес-коммуникации, лидерство, командное развитие, умение работать в команде, даже основа работы с большими данными, вот это как раз те курсы, которые наши ребята изучают. Привет! Привет! Меня зовут Аджана Куикбе, меняогена. Я из Нигири, и я учу, издета НГУЭУ. Университет экономики управления, почему я выбирал НГУЭУ. Окей? Когда я молодой, я всегда мечтаю, я хочу путешествовать в Россию и учиться, и жить здесь. Когда я большой, мой друг издет, он сказал, иди сюда-сюда очень хорошо, есть очень прекрасный и хорошо университет НГУЭУ. Ты нужно ходить сюда, учиться, и работать здесь, и жить здесь хорошо. Так, я выбираю НГУЭУ, потому что мой первый год здесь я делал курс на русском языке в ЦБУПЕКА. И когда я закончил, я не очень хорошо говорить на русском языке и все. Так, когда я здесь учиться, я могу сказать сейчас, я хорошо знаю русский язык, я могу писать, говорить и все очень хорошо. Я очень-очень здесь нравится. НГУЭУ – заметный и значимый игрок на международной образовательной арене. Студенты вуза участвуют в программах обмена, отправляются на стажировки и международные языковые курсы. Сегодня более 50 университетов из-за рубежа имеет статус партнеров НГУЭУ. Ежегодно вуз становится центром притяжения и проведения крупнейших научных событий с участием европейских университетов. Сейчас в НГУЭУ обучаются более 400 иностранных студентов из Китая, Монголии, стран СНГ, Европы и Центральной Африки. НГУЭУ – любовь. Здесь у них хороший преподаватель, они всегда помогают людям, которые не понимают. Однокрустников, они тоже помогали мне, когда я ничего не поняла, и они медленно говорили о мне. И я понимаю, что они мне сказали. И они тоже дали мне информацию, когда мы должны делать, что может писать реферат. Наш центр уже более 20 лет работает с иностранными слушателями. Мы, конечно же, имеем свои традиции. У нас иностранные студенты получают не только знания, но еще и получают знания о традициях, о культуре нашей страны. Мы стараемся ребят познакомить с местностью, куда они приехали. Стараемся помочь им почувствовать здесь себя своими. И, конечно же, я очень благодарна русским студентам, которые учатся у нас, которые нам в этом очень сильно помогают. НГУЭУ – это современный университет с высоким лейтингом. И здесь успели холодно, но природа просто прекрасна. Мы учимся у профессионалов. И у нас преподаватели вообще добрые, всегда помогают нам. Мне очень нравится Новосибирск. Он большой и красивый. Не очень далеко от Китая. Это очень хорошо. Быть в курсе событий и формировать информационную картину дня – одно из любимых занятий студентов НГУЭУ. Они ключевые герои в медиа жизни университета и нет жанра, который бы молодые люди не освоили. Поэтому в 2015 году появляется проект молодежного телевидения «Зум ТВ», который собрал у экрана и за ним всех интересующихся журналистикой. Чтобы первокурсники могли быстро адаптироваться к правилам университета, понять, как все устроено, создана специальная база информационных ресурсов. Например, универсальный гид по университету. Это справочник первокурсника, который содержит необходимую информацию о структуре, нужные контакты и источнике информации. В Совете обучающихся образовал несколько комитетов, которые как раз… Один комитет занимается именно повышением качества образования. Еще есть несколько комитетов, которые занимаются различными проектами деятельностью, которые помогают студентам развивать различные стартапы. Также есть комитет, который помогает студентам решать различные проблемы, которые возникают у них как в процессе обучения, так и различные другие. Мы планируем со следующего учебного года запустить клуб любителей экономики, это пока еще рабочее название, где будут собираться все студенты, в том числе обсуждать как научную деятельность, так и более прикладную и реальную. Не только интеллектуальными победами живут студенты нархоза. Спорт – большая глава в их жизни, в которой расписаны по секундам 16 секций – от футбола до настольного тенниса. Кроме этого, для оттачивания искусства меткости в университете работает стрелковый тир, а также зал самбо, тренажерный зал и бассейн. Кстати, спортивный зал второго корпуса нархоза – самый новый в Новосибирске. Особого внимания заслуживает бассейн водолей. Он оснащен современной системой очистки воды с помощью озонирования. А для всех трофеев и кубков, заслуженных на спартакиадах, турнирах и чемпионатах, пришлось даже строить отдельную комнату. Побед НГУЭУ. Субтитры создавал DimaTorzok